Полуфинальная серия началась. Кубани-Ладо в Краснодаре провели первую встречу одной-второй гандбольной суперлиги. Завтра второй матч в Тольятти. Кому придется наверстывать упущенные? То есть чем первая часть противостояния завершилась? Смотрим. На этом гигантском баннере, который вывешивается в зале Дворца Спортолимб только в ней матчи Кубани, обозначены все успехи клуба. И нетрудно заметить, что практически все они были в прошлом веке, за исключением бронзы чемпионата страны двухлетней давности. В этом сезоне у команды есть шанс по его итогам приписать сюда еще одну строку. Чего ждать от Кубани на старте полуфинальной серии, мы спросили у болельщиков желто-зеленых. Их, кстати, пришло чуть больше, чем обычно. На свою команду смотрели трезвым взглядом и прогнозы на исход поединка давали осторожные. Если не будет 10-минутного стандартного провала ихнего, победа будет за нами. Если провалятся, опять проиграют. Лада очень сильна, и Дарья Дмитриева, и все игроки очень опытные. Последние игры очень такие яркие, на мой взгляд, выдает наш капитан Яна Савинова. Я думаю, что во всяком случае на нее тоже очень много надежды. А, конечно, так и Скоробогаченко, и Голубь, и Вика Шилинскайта все-таки набирает. Тинокова уповали кубанские болельщики, надежды оправдывали. Капитан Савинова обостряла игру, а Скоробогаченко и Голубь забивали. Шилинскайта руководила обороной и была точно с 7-метровой отметки. Алада ничего с лидерами соперниц поделать не могла и проиграла первый тайм с разницей в три мяча. Случалось ли с российским грандом в последнее время подобное? Ой, если честно, я не помню. Возможно, только в игре с Ростовом. Ну, я просто точно не помню. Ну, такого, наверное, не было никогда. Ну, не знаю, первый тайм мне удался определенно. В раздевалке мы только говорили, что только вперед, не расслабляться, только бежим. Вперед, отставим защиту и нападение, только забивать. Шага назад у нас никак не было. Мы были дома, играли дома, и дома надо было только побеждать. Тот провал Кубани, которого опасались ее фанаты, случился. На этом фоне Лада воспряла, а Дарья Дмитриева помогла сократить отставание до одного мяча. И все же гости не отыгрались. 29-27. Кубань впервые за 7 лет обыграла Ладу в чемпионате. Этот сезон уже можно назвать для Краснодарок особенным. Максим Герасим, Денис Акулов, Кубань-24, Краснодар.